Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После 9 утра. Личное утро. Ну вот и наступило личное утро. Я еще раз напомню, Евгения Шафранек, Олег Пека проводят с вами это утро на Болткоме. Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом нам помогает. Да, доброе утро. У нас сегодня гости, гости, которые уже как домой сюда приходят, потому что она здесь очень много времени провела. Александра Поличук, журналист, политический обозреватель. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня будем говорить о политике, но в таком ключе, наверное, через призму личного. Личного. Мы их прям хором согласовали, мы согласовали наши ответы. Вот мы буквально за эфиром разговаривали о том, что тебе удалось за последнее время пожить в нескольких странах. Какая, во-первых, где тебе удалось пожить? И какая из этих стран, ну, такая, знаешь, оказалась максимально комфортной для тебя? Для житья. Для житья, да. Ну, да. Преимущественно сколько получается? Три, даже больше. Да, три года была жизнь в Брюсселе из-за работы мужа. Ну, и так немножко наездами где-то в Таллине, где-то там в Испании посмотрели, как оно живется. По-своему везде прекрасно, да. Просто, безусловно, всякий раз ты помнишь, что ты не у себя дома, ты в гостях, и везде свои порядки, свои традиции, свои правила, которые ты иногда не знаешь. То есть это съемные квартиры? Ну, да, безусловно, это неизбежно. Ну, тут даже, я бы сказала, к бытовухе-то можно привыкнуть адаптироваться, да. Наверное, немножко сложнее, когда ты понимаешь, что… Ну, то есть, вот я всегда очень ценила вот это понятие мультикультурного общества. Я до сих пор его ценю, и этого разнообразия мне, например, в Латвии очень не хватает, да. То есть, разных лиц, разных цветов кожи, разных культур, разных религий. Это потому что действительно создаёт какой-то огромный мощный поток энергии. Но в то же время, конечно же, это и свой вызов, потому что в этом огромном потоке очень важно сохранить себя, да. И тут кто-то и есть. Например, то, что, допустим, ощущалось очень хорошо в Брюсселе, что действительно это именно… Не про Бельгию в целом, Бельгия в целом немножко другая структура общества, а Брюссель действительно очень мультикультурное общество, где есть представлены, во-первых, представители всех стран Евросоюза, да, в силу того, что там очень много европейских учреждений, плюс традиционно очень большая миграция из арабских стран, да, из африканских теперь стран. И всё это вместе, с одной стороны, это перемешано, а с другой стороны, всё равно это различные группы, да. Поэтому, конечно, такое общество, ну, при всём желании намного труднее интегрироваться, но, с другой стороны, наблюдать, как со стороны, интересно. А язык общения, вот это Вавилонская башня или всё-таки… Конечно, Вавилонская башня, но нам повезло в этом, мы жили в европейском квартале, то есть там, где евроучреждения, там, конечно же, преимущественно… Ну, почти большинство говорит на английском, и поэтому там, неважно, где в магазине, в аптеке, или там даже вот всегда можно найти англоязычного врача. Но, конечно, французский или голландский, да, никто не отменял, и точно так же, как, наверное, и когда мы были в Испании, всегда понимаешь, что очень важно говорить на местном языке, потому что это сразу, ну, это открывает тебе другой уровень доступа к обществу, да, то есть ты не просто вот можешь получить ценную информацию для выживания, да, но если ты не знаешь, то, ну, тебе трудно жить полноценно, да, и получать, там, не знаю, все радости той жизни, которая есть. – Ну, вот как раз мы сейчас затрагивали тему патриотизма, о том, что в Латвии жизнь, там, экономика не очень, медицина не очень, но жизнь вообще-то очень. Вот ты как, когда жила за границей, скучала, не скучала? Какие преимущества жизни в Латвии ты для себя отметила? Может быть, мы их не замечаем, живя здесь? – Конечно, я скучала. Это раз, потому что здесь остались мои родители, друзья, и вот это ощущение среды, да, то есть когда ты вышел в магазин, наверняка ты встретил, там, не знаю, своего одноклассника, свою воспитательницу из детского сада, своего парикмахера, то есть ты просто понимаешь, что вот ты живешь в каком-то социуме, где тебя знают, когда ты оказываешься за границей, и ты, у меня там были дни, когда, например, муж уезжал в какие-то командировки, я вот так, иногда выходя утром из дома, я думала, вот если я вечером не вернусь, в принципе, никто не заметит, да. Вот, то есть это, конечно, есть, ты там никому не нужен, и никто тебя не знает. А второе, ну, то есть, да, то есть люди – это первое, наверное, и это очень важно. Второе – культура, как я говорила, то есть мы можем сколько угодно говорить, что у нас тут там провинция недостаточно, там, может быть, не так хорошо представлены там позиции русского языка и в СМИ, еще где-то, но, тем не менее, мы можем пойти в русский драматический театр, мы можем послушать радио «Болтком», мы можем пообщаться друг с другом, да, то есть этого мне там не хватало. Скажем, даже, наверное, оказавшись за границей, я поняла, насколько я русский человек. Я не думала, до отъезда в Брюссель, я не думала, что для меня это так важно. Оказалось, очень важно. А интернет, который все-таки дает возможность, не знаю, смотреть, слушать? Они не заменяют абсолютно. Не, ну, то есть, конечно же… В Бельгии его вообще еще подключить сначала? Да, 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 это тоже проблема, то есть, а подключить? А отключить потом, вот, если съезжаешь с квартиры? Нет, там вот такие бытовые вопросы решались намного сложнее, чем у нас, но интернет как-то мне не заменял, может быть, я не настолько интегрирована в эту интернет-среду, да, вот так посидеть, пообщаться в глаза, позаглядываться. В одноклассниках, условно говоря, или там в Фейсбуке? Ну, нет, конечно, это важно, потому что ты следишь, да, там, опять же, когда у нас там появился ребенок, я много гуляла с коляской, я могла слушать какие-то подкасты, там, радиостанции, не знаю, книги на русском, но это не заменяет абсолютно. Ну, и, как бы, третья или четвертая запуталась, как ни парадоксально, я вот именно, находясь в Бельгии, я очень оценила и нашу систему здравоохранения. Так не странно, хотя мы все ее ругаем ужасно. Нет, ребята, мы просто не жили в Резере. Нет, безусловно, там тоже есть хорошие врачи, хорошие клиники, нам везло к ним обращаться, но, во-первых, это все дорого, особенно если ты иностранец, там не имеешь всех местных страховок. А дорого сколько? Сколько стоит сходить к врачу? Ну, те же самые, там, 50-60 евро. Так и здесь стоят 50 евро. Ну, здесь дешевле, а если застрахован. Это к специалисту или имеется в виду, ну, то есть, есть же разный уровень, то есть, условно говоря, насморк, ты идешь просто к врачу, чтобы он тебе выписал лекарство, или там у тебя какое-то хроническое заболевание? Нет, ну, любой визит начинается, там, 50 евро, 60, есть какие-то манипуляции дороже, поэтому, говорю, вопрос страховок. То есть, у местного населения, которое, там, наверное, либо работает, либо, там, допустим, получает какие-то, там, числятся, не знаю, малоимущими, имеет какие-то страхования, им это покрывается, да. Но, опять же, вопрос, к какому врачу пойти, да, то есть, мы, как иностранцы, например, нам было важно, чтобы врач говорил на английском, там, или еще лучше, если на русском, да, потому что далеко не все, ну, не все ты можешь объяснить на иностранном языке, там, все свои ощущения. Опять же, когда появился у нас ребенок, там еще было важно, чтобы это был хороший врач, там, тот же педиатр, да, и ты постоянно платишь, да, нет страховки, ты платишь за дорогие медикаменты. Ну, это везде в эмиграции, то есть, если ты не местный, ты платишь дороже. Поэтому, и опять же, то есть, там экстренная ситуация, да, ты обращаешься, но все остальные случаи, я приезжала, долечивала здесь, вот, говорю, опять же, поскольку у меня получилось тут медицины много в связи с рождением ребенка, я вообще вот как-то боготворю, типа, наших латвийских врачей, и по многим причинам, так что... Пойдешь седьмого числа на митинг? Не уверена, что пойду, но целиком поддерживаю. Вот, мы как раз об этом говорили. Ты не очень, ну, ты говоришь о том, что ты не очень интегрирована, возможно, как бы в интернет-среду, да, то есть, интернет тебе не заменяет живое общение, но что касается, скажем, политических вопросов, мне кажется, ты здесь включена нон-стоп просто. Да, у тебя бывает, во-первых, почему это уже какой-то азарт, это какой-то интерес, это страх упустить что-то важное, и можешь ли ты отключиться все-таки, и как потом сложно включиться? Ну, я тут посчитала, что, наверное, в общей сложности где-то уже там 15 лет в политической журналистике плюс-минус, ну, там, начинала с экономической, но довольно быстро перешла в политическую. И, конечно, ну, мы все журналисты, мы знаем, что у нас ручки-то трясутся, даже если ты в отпуске, хочется зайти там, а как в стране, все лежили, да, без меня, пока я тут в Испании, как они там? Вот-вот-вот, именно так, то есть мне действительно искренне не все равно, мне интересно, и даже как бы в Брюсселе я старалась работать, тем более, благо, это был именно Брюссель, а помимо латвийской политики я все последние годы занималась европейской политикой, поэтому даже я бы сказала, что где-то я смогла использовать нахождение в этой вынужденной эмиграции себе на благо и как-то и поднять свой уровень знаний, компетенции куда-то, может быть, больше сходить и что-то посмотреть изнутри, как оно работает, функционирует. Так что, нет, мне искренне интересно, ну и говорю, это часть моей профессии, часть моей жизни. Но если ты отключаешься, ты можешь отключиться, уехала в отпуск с семьей? Могу, но я, к сожалению, вынуждена себя искусственно контролировать, то есть я обычно просто с утра заявляю мужу, что, вот знаешь, сегодня я не буду брать телефон, интернет, и вот постарайся, если ты меня с ним увидишь, пожалуйста, отбирай мне его из рук. Не всегда так получается, потому что он сам постоянно следит за этим. Я просто хотела спросить, потому что у тебя муж правозащитник, юрист, эксперт по европейской политике, все в одном лице. Да, его все-таки сфера – это международная политика, это такой, ну, больший масштаб, это не латвийская политика, это все-таки уже мировая политика, европейская, по крайней мере. И ты, с одной стороны, политический журналист. Как у вас это происходит? То есть вы вечером погружаетесь в новости, или вы друг друга контролируете? Что у тебя было сегодня на работе? Ну, я уже все прочитала. Ну, в принципе, конечно, мы регулярно пересказываем другу новости с нашим отношением, ну, опять же, мне повезло, то есть у моего мужа, я считаю, такая уникальная эрудиция, уровень знаний, поэтому чаще я к нему прихожу и говорю, слушай, я вот прочитала это, а что это значит, да? И он мне, в принципе, может, наверное, объяснить любой международный происходящий процесс, какую-нибудь вспышку отношений между Россией и США или еще что-то, да? То есть, ну, скорее, тут я его где-то использую как энциклопедию, но, конечно, мы постоянно обсуждаем, сравниваем, тем более, как бы у меня муж гражданин Эстонии, поэтому нам довольно интересно часто сравнивать какие-то процессы в Латвии, Эстонии, где вроде как очень много похожего, очень много каких-то похожих ситуаций и проблем, но решается все-таки по-разному, да? А где лучше? Нельзя сказать, где лучше. Лучше для каждого или, наоборот, хуже для каждого. Это, знаешь, почему Саша Полищук не включена в социальную сеть очень сильно и не интегрирована туда, потому что у него же Википедия, ей не надо просто открывать, она просто подождется, когда он вечером придет домой и все ей расскажет. Ну, в принципе, так часто и бывает. Но вы друг друга контролируете, то есть, давай мы сегодня без телефонов. Прям без телефонов. Совсем нет, вот есть места, где я требую отсутствовать телефон, например, приемы пищи. Вот тут я категорично, то есть завтрак, обед, ужин, никаких гаджетов на столе, и, ну, как бы, тем более сейчас у нас маленький ребенок, в принципе, я понимаю, что она, что рано или поздно начнет повторять то, что делаем мы, да? Поэтому, говорю, если я не хочу, чтобы мой ребенок там все время сидел с айфоном, то, значит, ну, она не должна меня видеть с айфоном. Поэтому будем сидеть с Амсунгами. Вот это примерно так. Как сэкономить имена бюджета? Начинаем сидеть в Huawei. Примерно так. Нет, ну, конечно, мы все-таки стараемся, по крайней мере, да, чтобы новостной поток не был основным потоком в нашей жизни. Но, тем не менее, насколько сложно включиться, если ты выпадаешь? Ну, ведь это по разным причинам может происходить. Я не знаю, заболела, уехала, что-то случилось. Ну, сейчас мне уже несложно, потому что уровень погружения такой, чтобы я достаточно посмотрела. То есть я могу там 2-3, там, заболела, уехала, еще что-то, там, 2-3 дня не читать новости, но потом достаточно посмотреть заголовков, чтобы понять, что произошло. Потому что, в принципе, я плюс-минус одна остановка, я знаю все основные политические процессы, которые происходят. Какие законопроекты готовятся, какие дискуссии, какие обсуждения, какие слухи в кулуарах. У тебя есть инсайдерская информация? Конечно. Мы еще ничего не знали, а тебе позвонили и все рассказали. Нет, ну, это не совсем так работает, что мне позвонили и все рассказывали. Я звоню, мне все рассказываю. Ну, у меня есть определенные источники, как любого журналиста, который много лет в шоу-бизнесе. То есть, конечно же, да, инсайд – это очень важно. То есть ты знаешь немножко больше, чем знаем все мы? Ну, это любой профессионал в своей сфере. То есть эта фраза «схватка бульдогов под ковром», когда… Конечно. В политике-то всегда присутствует, поэтому я политику и люблю. То есть мы не знаем, мы только видим какое-то шевеление, какие-то внешние происходящие события. Политолог знает, что за этим стоит, какие силы там задействованы, кто против кого. Да, и очень часто ты даже не можешь предсказать, чем все закончится, потому что радость нашей жизни в том, что она непредсказуема. Часто начинаются какие-то интриги, которые заканчиваются ничем. И часто, более того, участники этих интриг сами не понимают, чего они хотят. То есть, поэтому, ну, тоже иногда есть смысл посмотреть со стороны или там на пару дней не получать информацию о том или ином процессе, потому что, ну, далеко не все, что происходит, оно заслуживает внимания. Ну, в принципе, да. А вы ставки ставите? Например, я сейчас, слушай, смотри, вот такая ситуация. Давай, я за то, что… Да, мы про Брекзит спорим, например, потому что это бесконечная история. Ой, у меня есть столько мемов про этот Брекзит. То есть, а вы прям, ну, спорите, ну, есть же… Это такой долгоиграющий процесс. Они могут и через сто лет не выйти из Евросоюза. А вот, скажем, сейчас, да, на момент что-то происходит, и вот такие… Давай вот ставим, там, не знаю, 50 евро на то, что закончится так или вот так. Ну, может быть, мы не спорим, у нас как бы с мужем, например, различают идеологические взгляды, и отцент. Ой, мы захрипаты можем, да, по некоторым вопросам, особенно международной политики. Вот, ну, это интересно. Знаешь, как бытовое насилие, как оно разное, да, просто… Это же, как Шварценегия признавалась у него уже, он с женой, ну, бывшей уже был в разных партиях, и он говорил, что как только что-то происходит, говорит, я сплю на диване, потому что вот мы разругаемся в дрызг и всё. Нет, ну, муж часто смеётся, не думал, что у него будет жена такая либерастка. То есть он более консервативен в своих взглядах, я, может быть, там, более либеральный, ещё что-то, да. Но, опять же, разный жизненный бэкграунд, то есть это и там немножечко… Немножко поколенческие отличаемся, поэтому, конечно же, по-разному, да. Но тем интереснее, наверное, если бы мы целиком совпадали во всех вопросах, нам… Было бы слишком мимимишно. Да, да, да. А так хоть какой-то… Политика, политика, вот она напоминает большую песочницу, то есть вот те же самые детские споры, детские обиды, но только люди взрослеют и вот, ну, вот, переносят это. Ну, естественно, там очень много эмоций. И, опять же, особенность политики, что, в принципе, круг людей, участвующих в ней, он очень ограничен, да. И вот уже там эти 15 лет, я понимаю, что я там уже 15 лет слежу за судьбой Нилы Ушаковой, Райвиса Цзиндерса, да. А новые-то особенные не приходят. Ну, то есть какие-то… Есть обновления, но по-настоящему каких-то ярких лидеров не так много, да. И поэтому, то есть здесь, как и везде, важны вопросы отношений, репутации, там, примерно ты знаешь, что, в какой период у кого-то с кем было, да. Ну, то есть… А то, что говорят иногда, что они часто действуют на пункт. Ну, то есть на публике это, может быть, какие-то громкие заявления, ругань, после чего могут совершенно спокойно те же самые политики пойти выпить, там, кофе, там… Конечно, очень у многих хорошие человеческие отношения. То есть они играют игру, но на публику… Ну, это неизбежно. Политика – это же в первую очередь пиар, это то, как это продаётся обществу, да, и может быть, не так много конкретных решений, но важно, как ты это обставил. Получается ли сохранить объективность? То есть ты говоришь, я 15 лет уже слежу за Ушаковым, Цзиндерсом там и так далее. Они же уже как такие свои, родные, безусловные. А тут надо, например, пропесочить. Вот насколько тяжело. Конечно, у меня есть человеческие отношения, даже более того, я так понимаю, что большинство моих друзей, приятелей – это так или иначе люди из медийного и политического мира, да. Вот, но я стараюсь уметь, я пытаюсь отделять, да, и когда я прихожу на интервью как журналист, я журналист. Вот, конечно, у меня есть отношения, и более того, у меня иногда есть и разочарование в каких-то людях, то есть тебе казалось, вот, здорово, он политикой занялся, у него сейчас всё, не знаю, партию создал или пошёл куда-то. Вижу азар в глазах, вот сейчас всё получится. Потом ты понимаешь, что нет, потому что даже если человек хороший, не факт, что он хороший политик, да, или, может быть, он не очень понимает, как… А что такое хороший политик, вот сразу? Ой, это так… Я, кстати, много про это думала, то есть там целый комплекс качеств, да, то есть это, конечно, не только, не знаю, ум, интеллект, жизненный опыт или образование, да, хотя… И это очень важно, да. Это гибкость ума, умение общаться, умение учиться, хитрость в том числе, умение себя преподнести, там очень много чего. Но есть действительно тонкость при нынешней вот системе выборов, политик, если он хочет, чтобы его выбрали, он должен пообещать чуть больше, чем его конкуренты, а потом объяснить, почему он эти обещания не выполнял. Ну, популизм в той или иной степени есть всегда, это нормально, да, то есть плохо, когда только обещают и ничего не выполняют, так часто бывает. То есть хотя бы что-то человек, если делает, то это значит… Политикой, я… там трудно добиться результата, вот это постоянный процесс, то есть какие-то договоренности, там полшага, да, ну, допустим, там, не знаю, если ты смотришь на европейскую политику, там люди месяцами могут драться за то, чтобы включить какое-нибудь одно слово в резолюцию. Да, кажется, господи, ерунда какая, чем они там занимаются. Но это слово может сыграть, да, например, я очень хорошо помню, ну, как бы, пример Латвии, я очень хорошо помню, как принималось ядро Сатерсма. Тоже казалось, боже мой, ну, какое-то видение Конституции, ну, что это может быть, ну, там, не пишут же они, что там, не знаю, все русскоязычные должны уехать из страны или еще какой-нибудь, да. Ну, да, там, основная нация, вот. Но уже тогда знающие люди, знающие юристы, да, с кем я консультируюсь, они говорят, это опасный документ, да, он небольшой, ничего. Но потом будут ситуации, будут судебные решения, будут, не знаю, какие-нибудь реформы, когда на это ядро можно будет ссылаться и просто объяснять им все. И так мы и получили в итоге, да. То есть, казалось бы, подумай, что маленький документ принят, но он имел очень большое значение. И так же вот в политике, неважно, это европейская, мировая, да, то есть иногда какие-то детали, они потом выплывают. А иногда, наоборот, очень обидцованный проект, это не значит ничего. Слушай, ты начинала как экономический журналист, потом стала, помнишь, свою первую статью на политическую тему, вот, ты ее публиковала с каким-то замиранием сердца, не сказала ли я глупость, или ты была уже уверена в себе? Ой, это вообще было довольно забавно, потому что, как бы, до прихода в политическую журналистику я как-то политику, ну, мягко сказать, презирала и не уважала. Потому что вот я начинала карьеру в газете «Бизнес Балтия», «Дена», у меня экономическое образование, мне казалось, что бизнес – это вот действительно все важно, цифры, экономика. А политика – это сплошная болтология, грязь и прочее. Но когда я оказалась в газете, к сожалению, уже не существующий телеграф, ну, нежно мой любимый, там была свободная именно позиция политического обозревателя, да, и без выбора, хочешь не хочешь, да. И пришлось разбираться, было сложно, потому что, во-первых, политика, так или иначе, это мир мужской, вот, а мне там серии 20 лет, там, не знаю, 45 килограмм веса, я в белых колготках. То есть, конечно, наверное, там первые мои появления в парламенте, они были интересны. То есть, я себя чувствовала очень неуверенно, во-первых, ты действительно не понимаешь, кто все эти люди, как не можно подойти, что-то задать. Я тогда, например, помню, когда премьер-министром был Калвитес, то есть, я просто вот помню, как я замирала, когда мне нужно было ему вопрос задать, то есть, во мне внутри все обрывалось, потому что он стоял надо мной, большой, мощный. Так она и вошла еще, как это журналист, который не задает вопросов, а просто смотрит в совершенно белых колготках. Да, нет, я делала на собой усилия, задавала. Может быть, это, наоборот, обезоруживало политиков, они думали, а, боже мой, это сделано, что она там может, давайте мы ей правду на всякий случай скажем. По крайней мере, да, не заметить, у меня было, видимо, невозможно в этом мире взрослых людей. Но, говорю, наверное, то, что перед спасал, мне вот как-то с самого начала было интересно, и мне реально очень везло на людей, потому что, опять же, можно ругать политиков сколько угодно, но большинстве, то есть, да, там есть тоже серости, как в любом обществе, но среди них попадаются очень интересные, очень умные, очень опытные. Кто, например, вот кто, например? Давай, раскрою, да. Безумно много, то есть. Нет, ну хотя бы несколько. Давай вот сейчас, вот он в окружении, вот в новом там созыве, например. Да, кого угодно назову, и Павлюца назову, умный, образованный, на пианино играет, поёт хорошо, хитрый, всё что угодно. Пошла инсайдерская на пианино. Да, это как раз очень известный факт, но действительно, это неординарный человек. То есть, говорю, я могу быть не согласна с его решением, я могу их критиковать. Ну, на пианино играет, а на пианино играет. Не, ну это факт, это есть, да. Всегда ценила и уважала Бориса Целевича за его уровень компетенции, знания, порядочность. Ты надеялась, что он попадёт в ЕС? В ЮПВ, да. Я хотела в это верить, но, к сожалению, я слишком много знала политической ситуации, как в партии согласия. Ещё Целевич не знала, она уже знала. Нет, ну, естественно, я не могла прогнозировать, естественно, очень хотелось бы это видеть, но там были некоторые обстоятельства, которые могли ему помешать. Вот, ну, в общем, нет, людей много, боюсь, сейчас кого-то не назову, никого-то не назвать, да, то есть, помню, что там таких ветеранов, как Штокенбергс были, Сергей Долгополов, да очень многие из самых разных партий. Даже, там, не знаю, мы когда говорим, там, все же националисты, может, сколько угодно, но Роберт Зилла, евродепутат, с ним очень интересно говорить о каких-то вещах, там, транспортная политика, особенно там, где человек-специалист, да. А Доброго? Доброго вот я бы не причислила. Вот, например, за карьерой Райвиса Циндерса я действительно наблюдаю с интересом, потому что умён, хитёр, знает, чего хочет, амбициозен, я думаю, ещё о нём услышим. Ты сказала о том, что политика – это мужской мир, тебе, как такой юной девушке, которая входит в этот мир политики, причём как журналист, что оказалось самым сложным, с чем пришлось бороться? Вот с этим мужским миром как-то выбивать себе место поцелу, доказывать что-то? Или так? Да я, на самом деле, больше всего боролась сама с собой, потому что я же была неуверена в себе, ко мне как раз политический мир, наверное, отнёсся довольно благосклонно, то есть, ну вот, я действительно не знаю почему-то, то ли потому что я как-то немножко отличалась от остальных журналистов и внешне, и внутренне, да, то есть, особых каких-то преград я не видела. Ну, опять же, я всегда работала, ну, как бы газета, с которой все были готовы общаться, и там представители всех политических партий, поэтому не было, в этом плане не было легко. Да, и борешься сам с собой, потому что ты, в принципе, если ты уверен, ты знаешь, что ты хочешь от собеседника получить, какие вопросы ты хочешь ему задать, на какие темы ты хочешь его вывести, то обычно всё получается. Мы сейчас приверёмся на небольшую паузу, и потом вернёмся в студию. Микс Ньюс. Да, ещё, тем более, в тот момент, когда я работала, начинала там газеты «Телеграф», и газет было на русском языке, по крайней мере, несколько, не как ситуация сейчас, там, когда буквально одна газета, там, пару порталов, тогда были и «Телеграф», «Бизнес Балти», «Вести», «Час», да, и, конечно, была конкуренция, и это очень здорово, на самом деле. Мы, конечно же, например, в отличие от западной журналистки, которая потом уже изучала, скорее, там, по клиниковым командировкам, да, у нас политической журналистикой часто занимаются люди довольно молодые. На Западе нет, это уже такая высшая ступень в журналистской иерархии. Лысина и борода обязательно должны быть, да. Ну, правильно, в принципе, потому что, если ты не просто репортер, который вот пришёл, кто тебе что сказал, написал и вперёд, да, а если ты именно политический обозреватель, ты пытаешься понять, а что за этими словами стоит, а что у этого законопроекта будет, а какие будут последствия, а кому он выгоден, а кому не выгоден, а кто его заказал, да, то это, во-первых, требует и некоторой эрудиции, это действительно требует наличия некоторого… Жизненного опыта. И опыта, и контактов, связи. Или такого мужа, как у Саши. Или хотя бы такого мужа, как у Саши, да, уже если повезло. Ну, то есть, есть то, что, ну, невозможно, те качества, которые невозможно вводить сразу, там, я не знаю, закончив институт или просто придя в газету. Поэтому в мировой журналистике, да, это обычно всегда была с людьми, у нас немножко помоложе, но, с другой стороны, у нас весело, тусовка своя была. Тяжело быть умной женщиной? Да я не считаю себя умной. Вот и всё, вот весь секрет. Нет, мы в семье, например, строго договорились, кто у нас умный, кто красивый, вот так же. Да, но до того, как у тебя появился умный муж, он действительно как бы и в медийном пространстве, и, в принципе, как бы по тем статьям, которые ты пишешь, это достаточно эрудированный, образованный человек. И вот в современном обществе быть умной женщиной сложно? Ну, я говорю сразу, две трети мужчин отсеялись, две трети подруг отсеялись, что же остаётся? Нет, я не люблю все слова умной, я, наверное, человек думающий, ну, по природе с детства тогда, то есть мне всегда было интересно знать не только, что происходит, а почему. Это, ну да, это непросто, иногда лучше не знать. Но, с другой стороны, мне интересно. Ну, мне не бывает скучно, мне, в принципе, всё интересно. Я вчера гуляла с коляской, прихожу, мужу говорю, знаешь, слышала такой подкаст о вине, какое вино лучше, как его в Грузии производят, как в Испании и так далее. То есть ни что человеческое тебе не чувствует. Да-да-да, как стаканы, там, как бокалы правильно выбирать. О чём думает молодая мама, гуляя с коляской? А у нас есть между тем, вот очень долго прозванивается человек. Давай, возьми наушники, пожалуйста. Доброе утро. Сейчас, секунду, подождите. Да, да, давайте ваш вопрос. Вот у меня вопрос к вашему гостю. Вы только что сказали, что за границей обозреватель, тот, который выступает в роли репортера, он такой молодой, там, азартный, пришёл, ухватил, написал и всё. А тот, кто пишет какие-то серьёзные статьи, он уже имеет какой-то жизненный опыт в годах, анализирует, почему произошло, кто за этим стоит и так далее, и так далее. А, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, не кажется, что ведущие программ на радио и телевидение, ну, предположим, на балконе, должны тоже этому же соответствовать, в том числе и в возрастном плане? Спасибо большое. Вот так вы ели. Может нам уйти, Олег? Нет, ну, во-первых, я против дискриминации по возрасту. Начнём с этого, да, и я вполне допускаю, да, что человек, может быть, в годах и, скажем, не самый хороший обозреватель, да, или не самый объективный, наоборот, человек молодой, может быть, очень талантливым. Вот, так что нет. То есть, и зина ещё не признает талантом. Да, 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 или ума. Возраст не главное, главное – глубина познания. А я бы вот ухватился за другой, вот вы тебя предчисляете к либералам, ну, вот насколько это же слово сейчас вот стало просто, ну, ругательным, то есть, считается, что люди, которые придерживаются либеральных взглядов, ну, вот это разрушение Европы, это, значит, приветствуем беженцев, это приветствуем, ну, открываем шлюзы там, ну, то есть, вот весь набор там каких-то, ну, или что такое? Ну, во-первых, мы либералы считаем, что мы не разрушаем Европу, а, наоборот, спасаем, да, что путь на федерализацию Евросоюза – это единственный верный путь, и, опять же, тоже, и многокультурное общество, и помощь беженцам как таковую, то есть, это то, что только укрепляет Европу, а не ослабевает, если это, конечно, правильно, всё организовано, а не так, как. То есть, скажем так, мы либералы против национализма, против каких-то там консервативных устоев, неважно, там, дискриминационного отношения к каким-то группам, по полу, цвету, расы, религии, ещё эти что-то. Ну, то есть, конечно, сейчас, к сожалению, в силу возраста во мне уже нет такого бесшабашного либерализма, который был там лет 15 назад, да, потому что чем дольше ты живёшь, чем как-то понимаешь, что нет просто белого и чёрного, есть всякие различные другие оттенки. Консерватором, получается, да? Да, я вот, например, честно заметила, что после рождения ребёнка, ну, какие-то вопросы я пересмотрела, да, и понимаю, что, наверное, чем будет дальше, тем я все чаще и чаще буду что-то для себя пересматривать, но всё-таки какие-то основные ценности, они вот у меня сохранились, мне важны. Да, по поводу ещё политической журналистики хотела спросить, вот за последние, ну, хотя бы полгода, какие, ну, если мы говорим о Латвии, какие, может быть, политические решения или выступления или какие-то события показали для тебя действительно значимыми? Вот речь Гобзамса буквально тут вчера услугана. Вот речь Гобзамса для меня точно не важна, плевок в вечность с точки зрения истории. А вот, например, принятие бюджета, которым в том числе была посвящена речь Гобзамса, это важный момент, да, потому что бюджет откровенно плохой, он, скажем так, он не решает две главные проблемы латвийского общества. Во-первых, после его принятия у нас по-прежнему останется большая группа людей, которые будут получать там пенсии меньше 100 евро, мы все ходим в магазины, мы понимаем, что невозможно жить в Латвии, у нас сумма меньше 100 евро, значит, просто правительство в очередной раз, и те, кто голосует за этот бюджет, легализуют тот ужасный, ужасающий уровень нищиты, который есть в Латвии, то социальное расслоение, которое есть в Латвии. А второй важный вопрос, на который тоже не отвечает бюджет, это, а как мы будем зарабатывать дальше? Меня вот очень возмутило вчерашнее выступление, вчера, по-моему, да, министра Винкеля здравоохранения, который сказал, что они поднять ли нам вот еще какие-то налоги, ребят, нельзя рассчитывать на увеличение доходов государства только за счет повышения налогов. И штрафов. И штрафов, да, да, да. То есть в нормальных условиях у вас должны быть вот эти дойные коровы, различные сектора экономики, которые приносят дополнительные налоговые поступления, которые создают рабочие места. А у нас всего этого нет, и вся экономическая активность, которая сейчас происходит, происходит только за счет тех остатков еврофондов, которые хлынули в латвийскую экономику, в первую очередь в сектор строительства. И вот бюджет, который подготовили, которым якобы-то гордится правительство, оно не дает никаких импульсов, ни для каких секторов, ни для каких отраслей. И на самом деле вот это самое опасное. Это значит, что через год мы столкнемся опять с той же проблемой, что у нас нет денег на зарплаты врачам, учителям и школьные обеды. И даже, поскольку поток евроденег ослабнет, то, скорее всего, у нас еще будут большие проблемные рынки труда. Как бы спасли ситуацию либералы? Да, тут дело не в либералы или консерваторы. То есть должна быть социально ответственная политика, в то же время которая будет направлена на экономический рост, а не на то, что мы сейчас математически подобьем доходы и расходы и посмотрим, чтобы более-менее все сошлось. Конечно, наверное, либералы бы обратили внимание на то, что нам нужна приезжая рабочая сила, так или иначе, потому что без этого не получится. Наверное, либералы бы обратили внимание на то, что нужно присмотреть налоговую систему, по крайней мере, налоговая нагрузка на рабочую силу у нас опять очень большая. Если это либералы и социальное ответственность, наверное, они подумали бы о том, нормально ли это, что у нас такие низкие пенсии, нормально ли это, что у нас такая низкая поддержка семьям с детьми. Ну, это, может быть, скорее уже от демократов, но я говорю про какую-то, наверное, политическую мудрость, в первую очередь, да, и разумные решения. Ну, давай вот, чтобы, знаешь, не превращаться в таких диванных критиков. Вот представь, что у тебя в руках действительно такая абсолютная власть. Ура! Если вы президентом, гуляем, 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 ребята, да. Ну, смотри, да, и про вино мы помним, конечно, тоже подкаст послушала, всё, знаешь. Но, тем не менее, у тебя в руках, вот, по крайней мере, в Латвии сосредоточена абсолютная власть. Ты можешь принять любой закон, отменить любой закон. Вот твои действия на ближайшее время. Ой, ну, начнем с того, что все равно я против диктатуры, монополия одного человека. Ну, хорошо, ты взяла бы с тобой, мужа, он бы подсказывал, да, ну, мужа, то есть, в любом случае, человек не может быть компетентен во всём, и это самое страшное, когда происходит, когда действительно власть концентрируется в руках узких групп людей, да, вот, ну, то есть, такие основные векторы, мне кажется, на которых всё равно должна базироваться страна, это экономика развития, это качественное образование и доступная медицина, да, то есть, не та ситуация, когда ты либо в очереди к врачу на два года, либо, значит, там, за 50 евро на консультацию к специалисту. Это невозможно. Ну, и всё-таки третье вот общество, да, которое, мне кажется, должно быть немножко более толерантно и более сплочённо. Ну, вот, как это делать? Это сложно. Ну, скажем, какие законы, на твой взгляд, по крайней мере, приняты, может быть, в ближайшее время категорически, вот, не соответствуя тому, что ты сейчас рассказала, и не знаю... Ой, ну, мне много не нравится. Мне не нравятся законы о школьной реформе, мне не нравится закон о госфинансировании партий, то есть, нет, у меня, я целиком двумя руками за то, что партии не должны быть зависимы от, политические партии не должны быть зависимы от частных спонсоров и должны финансироваться из госбюджета, Но закон в том виде, как его подготовило сейчас правительство, и что самое смешное, что они хотят его принять со следующего года, то есть, фактически, дать денег себе, хотя было бы намного разумнее сделать это со следующих парламентских выборов и дать денег неким условным политическим партиям новым или старым, которые выиграют, да, то это, на самом деле, я думаю, это очень сильно и плохо... Это даже не цинизм, это деформирует нашу политическую систему, то есть, фактически, мы понимаем, что, скорее всего, у нас уже не возникнут в ближайшие годы никаких новых политических проектов, и это очень развязывает руки к действующим, опять же, на фоне падения позиций согласия, слабой оппозиции, ну, да, фактически, вот эта нынешняя коалиция, она укрепилась в своей власти, и я думаю, что это, конечно, будет сильно ухудшать и качество политики, ну, соответственно, плохое качество политики, и низкий уровень жизни страны. Ну, если мы говорим о законах, принятых и так далее, в том числе и о принятом бюджете, мы понимаем, что в том числе, там, правительство очередной раз поднимает себе зарплаты и очень радуется этому. Вот что ты думаешь по поводу того, что они регулярно поднимают себе зарплаты на достаточно, ну, на мой взгляд, большую всё-таки сумму, потому что в целом это такая большая прореха в бюджете получается, либо это нормальная практика, потому что, ну, всё-таки ответственность... Ну, тут у меня непопулярная, наверное, позиция в народе, то есть я всё-таки считаю, что если мы хотим иметь профессионалов и компетентных политиков, то они должны получать достойные деньги, в том числе для того, чтобы им нужно было быть зависимым от частных спонсоров, коррупции и прочего, да. Другой вопрос, там, мы, конечно же, можем уже по персональным смотреть, например, там, госпожа Шуплинская, это хороший министр образования или нет, да. Вот, но это, наверное, общая проблема, дефицит кадров, низкая конкуренция, в том числе, и людей, да. А то, что, как бы, то, что у политиков в особенности, то есть ответственные позиции, как министры, там, премьер-министр, да, то, что у них должны быть достойные зарплаты, это я, ну, как бы, не спорю, потому что это работа, которая требует полного погружения, это не может быть министром на полставке. Ну, у меня вот сразу вопрос, просто в годы Второй мировой войны, когда в Англии очень сильно ограничили, там, ну, пододачу электричества, горячей воды, вот Букингемский дворец принял решение, что мы будем солидарны с народом, то есть мы те же самые ограничения, то есть во дворце, там, в какие-то часы отключался свет, члены королевской семьи не принимали горячие ванны, они мылись как-то там в тазике, чтобы сэкономить воду, экономия была, ну, мизерной, но этим самым они показывали, что они солидарны. То есть вот если бы не поднимали зарплаты себе вот сейчас депутаты, они могли бы, у них было бы моральное право сказать медикам, ну, простите, мы не смогли выполнить обещание, давайте мы заморозим наши зарплаты до тех пор, пока мы не сможем это сделать. Я думаю, что это бы, ну, как бы, дало им моральное право просить. Это и есть та самая важность пиара в политике, да, то есть, значит, можно только сказать, что у наших министров плохие пиарщики и плохие советники, да, конечно, потому что даже если ты не готов полностью проявить солидарность, ну, хотя бы сыграй. Притворись. Притворись, да, 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 приди с бутербродом на работу. Вот Мамыкин обещал не ходить, пошел, тоже журналистом был. Я думаю, что рада ли поздно все мы там будем. Ну, ну, скажем так, если это случится, я не очень удивлюсь, потому что, наверное, это будет какое-то естественное развитие моей профессиональной карьеры, вот. Но пока мне, наверное, немножко не хватает того самого жизненного опыта, какого-то цинизма и толстокожести, но это наживное. У нас, между тем, есть много, да, у нас очень много звонков. Да, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Ну, вот очень один момент мне не понравился. Вот смотрите, Дзинтерс, националисты, и вы так как бы положительно, мы еще о нем и знаем. Но вот есть такая пословица, за деревьями леса не видно. Но, допустим, все вот это противостояние национальное, к какой-то степени можно понять, поставив себя на их место. Но когда вот их политика, националистов, ведет к потере государством миллиардов, понимаете, больших миллиардов, и при этом как бы это проходит так, ну, в контексте не замечено. Как бы, ну да, ну, националисты, это миллиарды откуда, виды нажительства и новая волна, и много-много чего. Прямая причинно-следственная связь. Вот они выступают, и миллиарды Латвия теряет. А у них конкретно, вот просто у того же Дзинтерса, материально все лучше и лучше от всех вот этих вот. Ну, поэтому вот, когда вы выделяете какие-то аспекты, вот как, допустим, психологический профи человека, из 20 аспектов, там, сексуальный, там, из 20, интеллектуальный, там, наверняка из 40. И вот если эти люди, которые даже в какой-то степени отличаются, там, от Дроба, от Добров, Шноры, там, этих, Есалниксов, в лучшую сторону, то вы уже как бы так, ну, ничего, ну, вот политик такой, все, ну, нельзя, вот, по-моему, так. Это просто люди ограничены. Да-да-да, спасибо, у нас просто очень мало времени. Да-да-да, нет, мы, конечно, никогда не оправдали национализм, а его вредили экономики. Многоград, наоборот, писала и говорила. Вот, ну, а то, что человек, может быть, иметь какие-то, ну, то есть, не знаю, обладать хорошим потенциалом, хорошего политика, ну, это нельзя отрицать. Опять же, национализм востребован, он продается. Вот это факт. И в том числе потому, что есть какие-то яркие лидеры. Возможно, если бы, скажем, у оппонентов национализма были такие же яркие лидеры, да, ситуация была иной, а их нет. Не тесно ли тебе в латвийской политике? Ну, я еще не в политике, я только в политической журналистике. Ну, в любом случае, ты все-таки делаешь акцент на латвийскую политику. Иногда это европейская политика, но не тесно ли тебе в этих рамках? Не хочется ли выйти на какой-то более мировой уровень, может, так? Нет, потому что, на самом деле, всегда интересно то, что происходит в твоем доме. Вот это я точно поняла. Чем больше я пишу про политические процессы, неважно, где в Латвии, в Европе, я понимаю, что любое событие все равно должно объяснить так, и должно объяснить читателю, как это тронет лично его, как это коснется. Не важно, что это какая-то директива принятой Еврокомиссии, взрыв на Марсе или еще что-то. Я должна объяснить человеку, вот именно его, Иван Иванович Иванову, вот почему для него это важно. Вот он, патриотизм. Это не патриотизм, это любовь к профессии людям. Еще один звонок, Саша, на диванушнике. Доброе утро. Утро доброе, Алексей, беспокоят вас. Вы знаете, вот вы привели пример с Букингемским дворцов, а я вот такую параллельку небольшую вам хочу накинуть. Понимаете, у них есть такое понятие, как древняя родовая аристократия в Англии. Здесь ее нету и быть не может. Потому что дело в том, что, к сожалению, у наших национальных гегемонов в аристократии не было никогда. Не было ни одного дворянина, ни тем более старых каких-то там из графско-княжеских, еще аллокальных представителей знаний. Это просто не может быть. Понятно, спасибо, спасибо. Ну, это просто как комментарий. Ну, насколько действительно в политике вот дело чести, может быть, я понимаю, что здесь речь идет о том, что, ну, может быть, у представителей дворянства есть какие-то понятия чести. Как-то с политикой согласуются, если политик должен хитрить, юлить? Не, ну, просто сравнивать Великобританию, Латвию немножко странно. Там разные исторические, политические бэкграунды. Империя, небольшая страна. Она всегда, в принципе, бывшая частью какого-то другого, более крупного целого. Ну, а политика, да, ну, как? Опять же, все зависит от людей. Есть более порядочные, есть менее. И все время очень много повторений, когда начинают говорить, вот у нас ужасный парламент, ужасные политики. Я всегда говорю, парламент – это отражение нашего общества. Именно общество выбирает политиков. И поэтому в каждом обществе есть какой-то процент людей честных, людей нечестных, людей умных, глупых, с принципами и без принципами, националистов, либералов и так далее. И все их представители, ну, примерно в такой пропорции, как в обществе, они оказываются в парламенте, ну, и потом там в правительстве. Ну, правительство немножко сложнее, потому что все-таки у нас есть особое обстоятельство, что уже столько лет прошло, русских мы все в правительство не берем. Вот, поэтому состав правительства немножко иной, но вот парламент – это отражение общества. То есть, меняются вообще партии, меняются лица, но все равно вот эта ситуация как дежавю. Да, всегда есть, да, есть всегда образы, я вот там всегда могу посмотреть. Вот там 20 лет назад этой проблематикой там с такой-то интонацией занимался такой человек, сейчас там его дело продолжает другой человек. Может быть, даже из другой партии и так далее, но ничего не меняется. Ты как политический журналист, знаешь, что чуть больше, чем все остальные, ходишь ли ты на выборы, голосуешь ли? Или, ай, хороший вопрос, ходила на выборы 15 лет назад, сейчас не хожу. Последние годы мне сложно. То есть, это как, условно говоря, ресторанный критик, который знает, как готовится колбаса. Да, я знаю, как делается эта колбаса, не могу, есть некоторые, да, это профессиональная деформация. То есть, вот в ближайшем прошлом не было там партии, людей, за которых бы тебе хотелось отдать свой голос? Увы. Увы, нет, могли быть там конкретные люди, но, к сожалению, наша система там не позволяет проголосовать только из одного депутата, вычеркнуть все. То есть, я все равно понимаю, что я отдаю свой голос партии там или наоборот. Вот, даже если я вычеркну всех-всех-всех, то список пройдет. Ну, в общем, там есть некоторые нюансы, иногда, да, я, к сожалению, предпочитаю не ходить. А насколько, вот если мы говорим про выборы, сама вот современная система выборов, она, ну вот, она демократична, но является ли она идеальной, поскольку, сколько раз, вот я видел, слышал, сам, когда, например, женщина-избирательница, она приходит вот с бюллетенью и говорит, ну, как я могла не проголосовать за этого политика, у него же такая прекрасная прическа. И думаешь, господи, отбери у бабушки паспорт, значит, спаси страну, ну, там было где-то. Это же Трамп, да? Это, к сожалению, не проблема, это система выборов, потому что они есть разные, есть там плюсы и минусы, но, в принципе, если выборы проходят честно, честно по счету голосов, да, то более-менее все окей. Вот, это скорее проблема политической образованности наших избирателей, да, влияние политической рекламы на умы наших избирателей, влияние телевизоров, избука и прочего, да, вот, но, опять же, не могу ни осуждать, ни критиковать, потому что, потому что, ну, не всем интересна политика, да, и кто-то будет сидеть, читать предвыборные программы, сравнивать и выбирать лучше для себя, а кому-то действительно будет достаточно, что у кого-то, там, кандидата красивая прическа и жена красивая, да, и в Фейсбуке у него много лайков, ну, почему бы нет? Это выбор людей, зато потом мы не можем никого критиковать, мы сами их выбрали. Интересуешься ли ты также активно мировой политикой, или она идет только в разрезе, ну, то есть... Ну, конечно, я интересуюсь, потому что Латвия часть мира, страна маленькая, от всех зависим геополитически, уж тем более, там, если Евросоюз или, опять же, Россия, вот, ну, то есть я никогда не назову себя, там, знатоком, вот, тут я, действительно, лавры мужу отдаю, и там, может быть, другим каким-то политологам известно, но я, да, смотрю, слежу. Вот, скажем, веришь ли ты во все эти теории о том, что там та же Россия, она вмешивается в выборы, там, в Америке, например, или Америка вмешивается в чьи-то другие выборы, или это, на самом деле, раздутое, и это очень... Ну, то, что все пытаются друг за другом следить и немножко влиять, это безусловно, но я думаю, что нельзя сказать, что одна страна намного больше пытается влиять, чем другая, да, везде российские или китайские шпионы, вот, сейчас это очень модная тема. Ну, так же, как тема про российскую пропаганду, например, ну, вот, я как не пытаюсь попасть под российскую пропаганду, все не получается, да, вот, ну, а кто-то чувствует в этом угрозу, готовы деньги из бюджета выделять и всячески бороться. Ну, потому что ты человек думающий. Ну, вокруг нас очень много думающих, а почему мы все время думаем, что люди глупые? Мне кажется, что люди намного умнее, чем думают те, кто занимаются борьбой с российской пропагандой. Нам нужно постепенно уже заканчивать, да, мы же смотрим на время, потому что у нас еще к Саше миллион вопросов, но если мы их будем задавать, мы здесь до вечера просидим, а ее нужно отпускать. У нас была в гостях Александра Полищук, политический журналист и обозреватель, эфир у нас... Будущий политик, надеемся. Надеемся, что будущий политик, Саша может создать сама свою партию, сама ее представлять, мы будем за нее голосовать. Хорошо, договорились. Спасибо большое, до свидания. До свидания.